Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Фуат. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре. Сегодня достаточно интересная тема, особенно в свете того, что мы видим, что происходит на рынке. Соответственно, большой вопрос встает, на какие акции стоит, и важно обратить внимание. Поэтому сегодня Фуат выбрал такую тему, именно разобрать самые надежные акции в составе Dow Jones 30, одного из самых старейших и самых значимых индексов. Ну а прежде чем мы начнем, я, как всегда, со своей стороны напомню о рисках. Всегда важно понимать, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и с ними важно ознакомиться, прежде чем переходить к работе на реальном счете. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, скажу пару слов о компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 21 года. Вот как раз в марте был день рождения компании. Мы работаем в разных юрисдикциях, у нас большое количество лицензий по всему миру. Наш основной сервис – это как раз сервис для трейдеров и инвесторов. То есть мы даем возможность ввести ваши или инвестиционные счета, или ваши трейдинговые счета в нашей компании. Для этого доступны более 8000 инструментов. Это инструменты и фондового рынка, и commodities. То есть, в принципе, все наиболее ликвидные инструменты у нас представлены. И индексы, и акции, и валюты. Поэтому здесь вы всегда для себя можете подобрать тот список инструментов, который подходит под ваши или трейдинговые стратегии, или под инвестиционные стратегии. Также есть ETF для инвестиционных счетов. Все подобные инструменты доступны как платформе Trader 5, так и также в нашем мобильном приложении. Всегда можно найти, опять же, удобный способ того, как можно торговать и инвестировать. У нас буквально недавно стартовала новая компания, как это было в прошлом году, Trade Days. Здесь в течение практически месяца можно получать возврат спреда по самым торгуемым инструментам. Если вы торгуете такие инструменты, как евро-доллар, DAX, то рекомендую также вступить в эту, подписаться на эту компанию, потому что от вас, в принципе, ничего не требуется. То есть это добавить те инструменты, которые вы торгуете из списка. Вот сейчас ссылочку тоже я скидываю. Для тех, кто будет насмотреть записи, ссылка будет в описании к этому видео. Поэтому в этой компании вы также можете участвовать. Ну и в прошлом месяце как раз у нас была еще одна новость. Это в Адмирал Старе доступны дробные акции. То есть вы можете покупать уже не только целым лотом, но и также часть компании. То есть, допустим, тот же самый Амазон. Можно покупать не полностью платить за одну акцию, можно купить одну десятую акцию или одну сотую акции на инвестиционный счет. То есть это также достаточно интересно, если вы формируете портфель, если покупаете портфель частями, то есть добавляете часть акций. И данный инструмент также доступен на инвестиционных счетах для Trader 5 и на мобильном приложении. Со своей стороны скажу, что мы всегда уделяем большое внимание количеству обучению как раз в нашей компании. Поэтому я, со своей стороны, рекомендую подписаться на несколько наших ресурсов. Во-первых, это YouTube-канал, если вы на него еще не подписаны. И также Telegram-канал, где мы делаем оповещения о новых курсах, о новых вещах, которые у нас будут проходить. И со своей стороны также сделаю небольшой анонс. У нас в апреле стартует новый поток курса с Фуадом. Возможно, здесь уже есть кто-то, кто этот курс проходил. Курс парный трейдинг. Возможно, Фуад также в конце или в ходе вебинара также об этом расскажет. Фуад, где уже в течение трех дней будет интенсив именно по конкретной стратегии. То есть где Фуад будет рассказывать, как использовать данный подход. Именно подход парного трейдинга, когда выбираются коррелирующие активы. И, соответственно, стратегия разнонаправлена по этим двум активам, которые между собой имеют высокую долю корреляции. Все описание есть на нашем сайте. Сейчас я также ссылочку приложу в чат. Ну а те, кто будет нас смотреть в записи, ссылка на регистрацию на этот курс также будет доступна в описании. Ну и со своей стороны, я хочу представить Фуада. У Фуада колоссальный опыт. Наверное, Фуад, мы когда меняем 21 год кампании, я думаю, что мы можем менять и у тебя тоже. У тебя, видишь, было 20 лет. Теперь кампании 21 год. Наверное, мы уже можем поменять более 21 года опыта. Как ты считаешь? Я тоже это поменяю. То есть колоссальный опыт трейдинга, инвестиций у Фуада. С Фуада мы ведем большое количество проектов. И офлайн, когда это было возможно, но вполне вероятно, что в ближайшее время возобновим и подкасты, и обучающие вебинары. И вот новый вебинар сегодня, который как раз посвящен определенной теме. Поэтому, Фуад, с моей стороны это все. Передаю микрофон тебе. Да, спасибо. Я микрофон немножко в сторону отвел, и не знаю, насколько лучше или хуже стало. Не хуже, да, наверное, чем раньше. Напишите, пожалуйста, или скажите. Роман. Ну все в порядке, тебя слышно. Все хорошо. Хорошо. Ну тогда я переключу экран, если у меня есть права. Они должны быть на презентацию. Презентацию. Так, секундочку. Вот. Продолжить. Хорошо. И вот она. Так, Фуад, вот написали в чате, что Фуада очень плохо слышно. Может быть попробуем чуть-чуть поближе микрофон? Так. Может быть вот так. Но тогда у меня подставка, держатель сломался. Вот так часто я вел вебинары, что он сломался. Поэтому все, что я могу сделать, это куда-то вот присобачить микрофон. И одной рукой придерживать. А как сейчас? Роман, напишите, пожалуйста, как сейчас стало лучше. Ну, да, напишите, получше. Хорошо. Мы так подкасты записываем. Интересно, как-то. Подкасты. Вот как-то. Сюда. Ну хорошо, вот так. Получше. Лучше. Да, окей. Придется держать в руке. Тогда я переключусь на слайд. Посмотрите на слайд. И тоже напишите, насколько он виден. На весь экран или нет. Так. Хорошо. Надеюсь, и слайд виден. Тут, в общем, много программ. Слайд хорошо видно. Хорошо. Окей. Закрываем. И сразу же трейдинг вью настрою, чтобы потом не терять на это время. Все. Ну, окей. Поехали. Давайте я скажу, о чем я буду говорить. Ну, понятно, о бумагах, входящих в доу. Но мы вот что сделаем. Мы пройдемся по всем бумагам. Просто посмотрим, что это за компании. Все они вам известны. Все они достаточно надежные. Я время от времени брал какие-то бумаги. Потом продавал. Выяснялось, что рано продал. Ну, и ладно. Ждал момента для входа. По некоторым. Наверное, я все еще сижу в паре бумаг. Я посмотрю весь состав. У меня много бумаг разных. Я не знаю, кто в доу, кто не в доу. И в конце. Ну, как в конце. Далее. После того, как мы сделаем обзор, мы выберем несколько бумаг. Ну, желательно из каждого сектора одну. Лучшую или известную, или по параметрам подходящую. И сделаем технический анализ 5-6 акций. Ну, в доу всего-то 30 акций. И мы разберем 5, наверное. Там секторов будет штук 7-8. У кого-то звук включен. Отключите, пожалуйста, звук. Или это роман, не знаю. Ну, что ж. Да. Вот такой обзор. Обзор всего. Рассказ о том, о сём. Просто разобраться, что это за бумаги. Потом сосредотачиваемся на топ-5. Изучаем эти топ-5. Теханализ. В Finviz заходим, смотрим параметры. Еще раз. Они есть в слайде в том числе. Ну, и, собственно, все. Цель вебинара, чтобы у вас сложилось впечатление. А то иногда в комментах пишут, видимо, ожидали чего-то, а получили что-то другое. Я сразу скажу, что нужно ожидать от этого вебинара. Ознакомление с акциями из сектора доу. Как написано здесь, обзор каждой бумаги. И сосредотачиваемся на топах, на основных. Более подробно изучаем. Ну, и, собственно, все. У любого вебинара информационная часть, обучающая часть. Это и есть та суть, которую я хочу до вас донести. Ну, что ж, поехали. Так, тут слайды, наверное, Роман уже показывал. Предупреждение о рисках, все услуги Адмирала. И вот начнем. Так, вот он, собственно, доу. Ну, конечно, картинка, наверное, пятничная. Сейчас все меняется. Доу по нулям. S&P и NASDAQ в плюсе. А доу, я даже вижу, на экране минус 0,04%. Но это и есть ноль. Так, тут у нас видно, что случилось в последние два месяца с индексами. С начала года. Коррекция существенная. Но она уже восстанавливается. Коррекция уходит. И давайте посмотрим, как доу себя вел в разные периоды, в разное время. Ну, например, 9,99. Это дневное падение. Дневное падение. Март, 12 марта, 20 марта, 20 марта, пандемия, коронавирус и так далее. Вы все помните, наверное. Дальше еще был 8 год, 15 октября. Ну, вот финансовый кризис, Лимон Бразерс и подобное. Март, это дно было. А, подождите, это 20 марта. Есть здесь март 8 года? Нет, марта 8 года нет. Видимо, дно было не в дневном падении. Да, мощное падение пришлось на более продолжительный срок. Но я помню, что 6 или 9 марта 8 года это было дно. Вот, 9 марта 20 года еще одно падение. Видите, два дня, ну, не подряд. С разницей в три дня. 9 и 12 марта. 7, 9 процентов. Но это очень много. Идем дальше. Что у нас еще? 20 год. Вот тот год 20, который очень сильно было падение. Видите, какая неравномерность. Не все рынки падали. И вот у нас Dow Jones плюс 7. Чуть лучше DAX, но хуже Shanghai, лучше, хуже азиатских индексов. Коспи, Nikkei. Понятно, они, видимо, раньше восстановились. Америка, Европа страдала дольше. Особенно в FTSE минус 15. Окей, факторы. Знаете, Dow промышленный индекс. Ну, его так называют. Не стоит особо заострять внимание на слове промышленный. Там нет промышленности как таковой, да, в целом в индексе. Есть отдельные компании. Но не стоит думать, что он состоит исключительно из индустриальных компаний. И так как индекс более стабильный, там, консервативный, старые компании, какие-то более мелкие проблемы на индекс иногда не влияют. Ну, я не знаю, например, сэлов какой-то, да, распродажа, как в NASDAQ бывает, зашли, вышли из индекса, распродали технологические компании, и NASDAQ минус 3% на ровном месте. Доу-Джонсу сложнее. Хотя бывали и такие дни, когда вот избавлялись от промышленных компаний. Самый долгий период, или самый яркий период, когда это происходило, я помню, было вот после пандемии. Аппетиты к рискам выросли. NASDAQ и S&P обгоняли Доу-Джонс. До сих пор этот процесс продолжается. Я даже в парном трейдинге попытался встать против, но выбило меня. И я больше не совался в этот, или, может быть, еще раз захотел зайти. Ну, опасная затея. Кажется, что все очевидно. Ну, не могут NASDAQ-овские шальные компании обгонять Доу-Джонс. Не должны они долго это делать. Ну, вот, делают и до сих пор. Я вам покажу, если будет время. У меня на TradingView странице есть идея, которая по стопу закрылась, убыточная, где Доу-Джонс в лонге. Или S&P в лонге, NASDAQ в шорте. Ну, в общем, технологии и более стабильные компании. Да, S&P там, скорее, S&P. А что уж говорить о Доу-Джонсе. Но был период и наоборот, обратный, когда Доу-Джонс выигрывал очень сильно. Это вот во времена правления Трампа, так скажем, назовем это так. Так что здесь основные причины общие такие. А вот специфических причин, влияющих на Доу-Джонс, меньше. Вот типа селлофа и так далее. Хорошо. Давайте посмотрим топ. Что значит топ? Не по капитализации, как принято обычно топы делать. Я распределил топ по P-Ratio, то есть по дешевизне компаний. Почему это важно? Смотрите, мы говорим о компаниях стабильных, консервативных. Значит, параметры мультипликатора здесь играют роль, ну, большую, чем в какой-нибудь NASDAQ-овской компании. P-Ratio, какие-то фундаментальные показатели, они куда более важны. А значит, мы можем P-Ratio рассматривать как фактор, распределять по нему бумаги. И вот получилось, что у нас в топ-5 Goldman Sachs, Walgreens, мы посмотрим на Walgreens. Хорошая бумага, но почему-то долго она, особенно после пандемии, падала. Казалось бы, фарма востребована не производство, а именно ритейл, продажа, аптеки и так далее. Dow, собственно, химический гигант. Ну, к Dow Jones он не имеет отношения, просто называется Dow Incorporated. JP Morgan тоже банк, Verizon, ну и так далее. Intel, тут очень много компаний, которые вроде бы старые, из старой экономики. Даже Intel можно старым производителем чипа назвать, да. Но в последнее время у них проблемы, и они сильно отстают. И если их фундаментал, фундаментал эти компании окажется, покажется нам достаточно стабильным, то мне кажется, их отставание как раз хороший повод зайти. Ну, опять же, все может быть, да. Мы не знаем, что произойдет с Intel. Даже с Intel они отстают технологически, и там достаточно проблем. Ну и аутсайдеры с очень переоцененными, на первый взгляд, показателями. Вот я вижу CRM, Salesforce, ее недавно включили, по-моему, в индекс Dow Jones. Ну как, год может быть, да. Walt Disney, 141,79. Видите, какой большой разброс. 5 и 141. В одном и том же индексе, стабильном, надежном индексе, такой большой разброс компаний. Хорошо. Ну, давайте начнем с технологий, раз вы поговорили об Intel. У нас из Dow Jones, из 30 компаний, 6 можно смело отнести к технологическим. Intel, Cisco, IBM, Apple, Microsoft, CRM. Я сразу скажу, в этой шестерке компаний, в этом топе, ну не топе даже, в этом секторе технологии, у меня любимая компания Apple, она реально лучшая. И на втором месте я бы назвал Microsoft, но как бы я не заходил в нее. Такая стабильная, тяжелая, долго, медленно, долго растущая компания. Ну, понятно, монополия, что с нее взять. Ну и на третье место я бы поставил все-таки Cisco. Опять же, смотрите, мы рассматриваем именно стабильные, консервативные компании. Мы не будем сейчас говорить, что эти компании имеют потенциал для взлета большой. Нет. Они всего лишь хороши и с точки зрения надежности, и с точки зрения роста. Apple вообще идеальная кандидатура по этим двум факторам. Хорошо, ну идем дальше. Вот с Apple и начнем. Что у нас с Apple? Показатели очень хороши. Продажи растут, операционная прибыль растет. Они продают уже на такие гигантские величины. И что самое главное мне нравится в Apple, они достаточно динамичны. Вот, например, лет пять назад у них в продажах, в прибыли большую часть составляли телефоны, мобильные, айфоны. А сейчас эта картина, ну, кардинально сильно изменилась. Они на услугах даже умудряются зарабатывать. Услуги, казалось бы, куда Apple, куда услуги. Они зарабатывают очень неплохо в абсолютных и в относительных величинах. На вот наушниках, на мелких каких-то вещах, которые имеют высокую рентабельность, на которых можно очень сильно и неплохо заработать. Наушники Apple – это хороший пример. Все цифры мне нравятся. Да, компания достигла уровня нормальной оценки, адекватной оценки. Она не является недооцененной, хотя была такой. Где те времена, когда Apple торговался с коэффициентом PE? 12, 16, ну, на 19 мы уже говорили многовато. А сейчас 27, по-моему. Вернемся еще к цифрам, посмотрим. И динамичные очень показатели. Что добавляет Apple еще вкусности? Это то, что Уоррен Баффет, будучи самым консервативным, нам сейчас это важно, потому что мы говорим о Dow Jones, Уоррен Баффет, будучи самым консервативным инвестором, тоже хороший пакет приобрел Apple. У него доходило до 50% в портфеле акций Apple. Это очень много для Баффета. Половина портфеля в Apple. Мы много раз об этом говорили. Так что вот вам еще один показатель для добавления в строчку надежность, больше уверенности. Что у нас? Продают они на 365 миллиардов, выжимают оттуда 108 миллиардов. То есть четверть, больше, чем четверть. И вот они уже превысили 2 триллиона. Давайте говорить о минусах. Плюсов в Apple так много, начиная от Баффета и заканчивая рентабельностью, то лучше я скажу о минусах компании Apple. Переоцененности какой-то дикой я не вижу здесь. Посмотрите на до-ковидные, пре-ковидные уровни. Вот здесь они есть. Это картинка. Просто мы сейчас не в трейдинг-фью. Пре-ковидные уровни 80, там что-то 82. И сейчас 164. Всего лишь удвоилось. Во-первых, прошло 2 года. Во-вторых, Apple показывает надежные, серьезные показатели у нее, результаты. Почему бы ей не удвоиться? В-третьих, на рынке компаний, которые выросли в 3 раза, тоже достаточно. И почему бы Apple не вырасти в 2 раза? То есть я не считаю, что здесь есть какой-то пузырь. Тем более, вот какая-то коррекция у нас есть. Из минусов. Вы, наверное, слышали новость, что Apple теперь будет работать и с китайскими производителями чипов. Ну, не от хорошей жизни, наверное, да? Это 2. 3. И, ну, конкуренция, я не считаю, что она серьезный фактор для Apple. Кроме как китайцы, никто не наступает на пятки. Это слабый фактор, но он есть. Ну и, наконец, инфляция. Инфляция, возможно, комплектующие будут дорогими. Хотя, знаете, кто... Если кто-то имеет возможность добавлять наценку на товары, то это как раз Apple. Они же в премиальном секторе работают. Ну и, значит, не проблема. Apple покупают не на последний день. Хотя нет, Apple покупают иногда и на последние деньги в том числе. Хорошо. Ну вот, тем лучше. Значит, это тот товар, от которого сложно отказаться, раз уж последние деньги дают. Так, IBM. Ну, тут цифры мы не будем. Я вижу, что действительно по времени мы, как обычно, не укладываемся. Мне, наверное, нужно 3 часа, чтобы провести вебинар полностью со всеми данными, которые я хотел бы вам передать. У IBM долгий, затяжной, назовем это кризис, коррекция. Да, стабильная компания. Они избавились от некоторых сегментов, сосредоточились тоже на сервисных, да, если вы не знали, большей частью сервера, сервисы, услуги, как таковые, да, бизнес, там, какие-то аналитики и так далее, обслуживание. И вот что-то не получается им увидеть те максимумы, которые были в 2013 году. Да, и вот очень долгий флет. Смотрите, ну, долгие флеты заканчиваются долгими, быстрыми, шальными, серьезными движениями. Мы уже, вот, с 2020 года имеем диапазон, там, 150-100. Ну, это из-за коронавируса был такой диапазон. Если его не учитывать, 110-140. Это очень узкий диапазон. И если параметр у компании хороший, то рано или поздно инвесторы обратят на это внимание. Давайте я запишу, и мы на IBM тоже обратим внимание. Apple, IBM, да, идем дальше. Вот у них по сегментам рост. Средний рост, на самом деле, 7%, 8%. Вот какие параметры у них. Софт, консалтинг, инфраструктура. Даже финансы у них есть. Казалось бы, мы думали, IBM это ноутбуки, да, раньше так было. Но потом они этот сегмент продали и оставили только, только вот то, что я перечислил. Cisco, Cisco, что у нас в Cisco? Тут, конечно, серьезная конкуренция. Cisco, это не просто технологический гигант. Это большей частью устройства, решения, большей частью связанные с интернет, маршрутизаторы, рутеры и так далее. Может быть, какие-то программные решения тоже есть. И тут, конечно же, Huawei, например, я вижу здесь в списке, достаточно серьезно наступает на пятки и является конкурентом. И это я не просто говорю, я не буду рассказывать разные истории, которые, может быть, и рассказывал уже. Действительно, Huawei сделала большой шаг в этом направлении, просто огромный шаг и стала чуть ли не азиатским Cisco, да, так скажем. Но гигант есть гигант. У Cisco и технологии. Может быть, в 5G они будут активны, кто знает. И я бы записал тоже, давайте, Cisco. У нас в технологиях больше всего получилась компания, на которую мы будем обращать внимание. Я бы посмотрел их параметры отдельно по Finviz, прогнал бы. У меня есть акции Cisco, давайте я проверю здесь, у меня на другом счету. Да, есть акции Cisco, 500 акций и купленный Putopso. Ну, то есть я захеджировал, он истекает, правда, в апреле. Захеджировал на всякий случай. Cisco – это одна из тех компаний, которые на отчетности могут очень сильно скакать, очень сильно бегать туда-сюда. Иногда падают очень сильно. И вот я все время использую этот повод, этот момент для покупки. То есть, как говорит Баффетт, да, о плохой отчетности, хотя он про суды это говорил, о плохой отчетности могут забыть. Навряд ли она прям решает, да, в жизни этой компании. То есть один какой-то квартал бывает неудачный или он удачный, он разочаровал. Хороший повод прикупить хорошую компанию по интересной уже цене. Окей, CRM мы останавливаться не будем. Не очень мне понятная компания, потому что лично я не пользовался никогда их услугами. Но я знаю, что они делают. И она еще и переоценена. Посмотрите на P-Ratio. 141. Ну, неважно, в доу она или нет, такую компанию я бы не брал. Потому что это типичный NASDAQ-овский сток, типичная NASDAQ-овская бумага. Она и была NASDAQ-овской, просто сейчас ее взяли и впустили в Dow Jones. Поэтому это не входит в наши интересы с точки зрения нашего Dow Jones-вебинара, который будет говорить больше о стабильности, надежности, о кэш-флоу. Посмотрите, сколько у них конкурентов. Вот это еще один негативный фактор. Не знаю, не знаю. Просто огромное количество конкурентов. Некоторых из них я даже знаю. Вот Pipe Drive, например. Ну, Oracle, понятно. Fresh Sales я слышал. SAP. SAP гигант тоже. Софт производят и всю цепочку и продаж, и все обслуживают. Что еще здесь интересное? Вот Agile CRM. Oracle другое подразделение. Ну, не знаю, не знаю. Что это за сектор такой, в котором миллионы компаний работают? Intel. Вот здесь, конечно, разочарование. Уже который квартал подряд Intel разочаровывает своими данными. Вот в последний раз, не знаю, у них уже вышла свежая отчетность. Или в предпоследний раз. Очень такая вялая-вялая была отчетность. Ну, просто никакая. Сейчас они сделали кое-какие движения. Они занялись M&A. Прикупили компанию одну. Не знаю, здесь это есть или нет. Они вроде двигаются в этом направлении. Плюс у них времена, когда им нужно, в общем-то, пенку собирать. Но пока у них не получается. Дефицит чипов. Все говорят, что они отстают технологически. Но поймите, сейчас измерять технологичность чипов в нанометрах уже, наверное, неправильно. Эти параметры устарели. Сейчас все по-другому. И тем не менее, я покажу, давайте запишу еще и Intel, и NTC. Я покажу на графике, ничего интересного с Intel не происходит. Меня лично она разочаровывает. В тот момент, когда она должна была зарабатывать бешеными темпами, используя дефицит чипов, она просто не может голову поднять. Кое-как концы с концами сводит. Кое-как на какую-то прибыль чуть больше, чем ожидалось, выходит. Microsoft – типичная монополия. Она просто оправдывает это слово по всем параметрам. Компания с долгой историей, работающая себе, в облачных сервисах лидер, один из лидеров, в софтверных решениях, сервера и так далее. Тут даже говорить не о чем. В общем, цифры стабильными остаются уже долгое время, и, в общем-то, Microsoft медленно-медленно прет. Грубо говоря, Microsoft можно брать на любом уровне, практически на любом уровне, и вы, наверное, не ошибетесь. Как Apple. У меня как раз в TradingView была идея, я как раз ее написал, что Apple – это компания, которую можно брать на любом уровне. И будет какая-то просадка, дальше все равно пойдет вверх. Так, смотрите, у нас еще один сектор медицины. Мы меньше будем говорить о медицинском секторе, ну, фарма, да, это продажа, лекарства, производство. Я тут сразу выделю одну компанию, за которой тоже давно наблюдаю. Это Walgreens, вот она номер один, WBA. Walgreens Boots, они объединились несколько лет назад, Альянс такой, две компании. Потому что все остальное, кроме Johnson & Johnson, это такое производство фарма или Health Care Plans, как называют, да. Всегда мне не особо интересна была фарма, а еще и после ковид, когда, в общем-то, пик прошел, возможно, большой был интерес, сейчас будут выходить. В общем, ничего интересного я здесь не вижу, кроме WBA и Johnson & Johnson. Ну, Johnson & Johnson говорить не о чем. Потребительская монополия. Там такой большой спектр товаров, такой большой набор товаров, что я не думаю, что эта компания может терять рынки, терять маржу из-за чего-то, из-за кого-то. Это такой тоже монополистический гигант, который медленно растет, растет, делает свои деньги, хороший кэш-флоу, большая корзина продуктов, ну, то есть, вот брендов, да, брендов у Johnson & Johnson. А вот Walgreens, мы посмотрим их показатели, они начали выходить в плюс. Я давно за ними слежу, они одно время были в минусе, причем в ковид, когда аптеки чуть ли не то место, куда мы заходим там каждую неделю. У Walgreens в минусе, у Walgreens маржа низкая, они теряют деньги, они падают в цене, и вот ситуация поменялась. Так что мы посмотрим по Finviz и по TradingView, по теханализу Walgreens. Итак, у нас уже тут 5 компаний, идем дальше. У Walgreens быстро пройдемся, это такой альянс продажи, ну, это как аптечная сеть в связке с ритейл, каким-то просто магазином для красоты. Вот у них много-много-много всего, да, тесты разные, наборы, парфюмерия, собственно, сама аптека, ну, в общем, тут все видно. Вот у них стратегия роста неплохая до 2025 года, долгосрочно они нацелены на рост, тут есть цифры, все остальное. Тут тоже можете потом в записи посмотреть, хорошая инфографика, взятая с сайта самих же Walgreens. По всем параметрам они планируют рост long-term, вот видите, 35% капитальные вложения, 45% планируют расти. Это очень хорошая экспансия, причем на рынке, где уже, в общем-то, они некуда, некуда больше двигаться, развиваться, ну, то есть только через слияние, только через... Так, ну, давайте посмотрим на 22-й год, что они хотят сделать, EPS на 53, рост продаж до 4-х 3 миллионов, вот у них несколько брендов, Village MD, Building, кучу всего прикупили, таким тоже гигантом стали. И вот акции очень вкусно выглядят, вот что мне нравится, мы зайдем, конечно же, в теханализ и прямо в онлайне посмотрим. Посмотрите на эту консолидацию, хорошая такая консолидация, вот вам, значит, ковид, бумаги падают, то, о чем я говорил, 20-й год, март, продолжают падать до лета, до осени, по-моему, это monthly, да, по-моему, да, это monthly график, до осени. Нащупываю дно 32-33, оттуда рост на 56, и мы сейчас показали хорошую консолидацию, коррекцию с возможностью дальше уйти. Это такой флаг, в теханализе называется флаг. Так, если фундаментал, их планы, о которых мы говорили, которые я показывал, не подведут, не подведут, то этот сигнал, технический сигнал, вот это вот паттерн, да, мы называем, фигура, мне очень нравится для покупок. Может, еще покажем какой-то минимум пробьем, если вдруг что-то негативное, может быть, на 40, ну, там уж точно я бы брал, но вообще это хорошая фигура для дальнейшего нацеливания в район, там, 65, может быть, даже выше, но мы посмотрим это. Так, амген можно пропустить, он вообще, я не знаю, что он делает в доу, потому что это биофарма, не биофарма, биотехнологии, это более рискованная часть, да, они уже набрали хороший портфель продуктов, лекарств, я имею в виду, продают, вот вне США даже неплохо продают, развиваются, растут, все у них неплохо, неплохо, но это нетипичная доу-бумага, она нетипичная такая с кэш-флоу, со стабильным, видите, все, 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 такое инновационная биотехнологии на той биотехнологии. Ну, и цена высокая, на самом деле, хотя сегодня Роман объявил, что можно дробно покупать бумаги, это хорошая новость для мелких инвесторов, поэтому цена теперь уже не барьер для входа 227 или 540 или как Тесла 1000, какая разница, да, если можно покупать по частям. Джонсон и Джонсон, вот у них набор, ну, это не все, конечно, это мега-бренды, которые у них, ну, вот Листерин, да, вы знаете, полоскашка, так скажем, Джонсон, собственно, Джонсон сам, Джонсон и Джонсон тоже бренд, вот, Теленол я не знаю, что такое, и Нитрогена тоже не знаю, не слышал, наверное, чисто Американщина, может, вы слышали, напишите. США половина почти рынка, ну, и тут Европа 20, маловато, конечно, для Европы, я ожидал, что побольше будет, бренд-то мировой, известный, ладно, все это пропустим, мерк, санофи, юанэш, это тоже не интересует нас, потому что, потому что мы сегодня собрались заниматься более надежными, стабильными и с кэшфлоу бумагами. Финансы, ну, конечно же, не то, о чем надо говорить с точки зрения доу, почему, потому что сектор сам по себе рискованный, и он, как-то он очень сильно выделяется, то есть он представлен пятью бумагами, доу-джонс, да, название такое, промышленный индекс, а тут целых пять банков, да, ну, не все они банки, часть из них граничат между сектором туризм и страхование, вот, Американ Экспресс, чисто финансовая компания, Виза, ну, и инвест-банки Голдман Сакс и Джей Пи Морган. Тоже не будем их рассматривать, их фундаментал мало, что значит, это финансы, это риски в том числе. После восьмого года я вообще держусь подальше, ну, куча интересных компаний с интересными бизнесами, банки это не самое. Давайте Голдман Сакс пропустим, и весь сектор финанса пропустим, Американ Экспресс, Джей Пи Морган. Вот, еще один фактор, чисто промышленность, видите, то, что мы называем промышленностью в Dow Jones всего четыре бумаги, вроде индекс промышленный, но я говорил, это всего лишь название. Я сразу здесь обозначу две компании, которые мне нравятся, Honeywell и MMM, именно с точки зрения нашего сегодняшнего вебинара и темы нашей. Boeing сразу отпадает, там у них проблемы, непрекращающиеся проблемы, связанные с MAX новым самолетом, пока эти проблемы не разрешены, и они пока не оправились от них. Caterpillar цикличен, он очень сильно подвязан на строительный сектор, как вы знаете, по всему миру ставки возрастают, будут расти, в Америке уж точно они будут в этом году повышаться несколько раз, а это делает дорогой ипотеку. Ипотека влияет на сектор жилья, сектор жилья влияет на что? На сектор строительства. А Caterpillar, как вы знаете, выпускает автомобили, не автомобили, а крупные тракторы и так далее, строительную технику. Так что, конечно, она специфична, не конкретно в строительстве жилья используется, да, ну в том числе, она и при добыче каких-то минеральных ископаемых, и, в общем, много где. Но будем считать, что на строительство она тоже подвязана. Да и посмотрите на P-Ratio, MMM, это 3M, не MMM, а 3M, и Honeywell, вот эти две компании, мы пройдемся, у нас благо останется время. Так, Boeing пропустим, пускай решают свои проблемы, видите, какое сильное было падение в 2020 году, 400 долларов, 450 долларов и 80 долларов, ну просто сильный обвал. Ну и не сказать, что сейчас они достигли прежних уровней, и я не поведусь на этот вот сигнал, на эту консолидацию, пока они не разрешат проблемы, не думаю, что мне эта бумага будет интересна. Опять же, с точки зрения DOE, с точки зрения нашей темы, да, так-то рискнуть можно. Так, Honeywell, Avionica, Honeywell вообще, на самом деле, очень крупная компания, она в DOE попала несколько лет назад, она заменила там, по-моему, Альтрию, Мальбро, да, я помню, лет 20 назад это было или 18, Honeywell включили, Альтрию, Мальбро убрали, потому что Honeywell куда более, так скажем, стратегическая или, как скажем, градообразующая, да, говорят, системная компания, нежели Мальбро, которая уже все, до свидания, это и связано и с климатом, и со здоровьем, и с привычками, и вообще с законами, ну, камон, да, не 70-е годы, чтобы по телевизору все время показывали ковбоев, курящих Мальбро, и, в общем-то, это вчерашний день, я вообще не понимаю людей, которые курят. Зачем, да, в этом смысле? Так вот, Honeywell, это авионика, это те сегменты, где конкуренция не очень высокая, ввиду очень высокой технологичности, это такое стабильным, я бы не сказал, не назвал этот сектор, ну, то, что покупается, но, к сожалению, тоже есть цикличность, ну, потом расскажем, это Финвиз нам лучше скажет, скидочка тоже неплохая дана, да, 230 и 180 было, да, сейчас 188, неплохая скидочка, на самом деле, мы увидели, увидели уровень поддержки, вот, до ковидной, сейчас, он тогда был сопротивлением, сейчас стал поддержкой, так что, если нам, я запишу сейчас Honeywell, если сейчас нам понравится фундаментал компании, то уровни технически очень даже неплохие. 3M, это вообще компания, выпускающая все и вся, вот, начиная от какой-то химии промышленной, красками, еще чем-то, и заканчивая лежачими полицейскими, вы видели когда-нибудь лежачих полицейских, компании 3M, вот я здесь в Испании видел, они производства 3M, такой химический гигант, не только химический, там все, это такой конгломерат, конгломерат, вот видите, HealthCare, транспорт, электроника, индустрия, типичный компонент Dow, просто типичный, для Dow он идеально, он вот, подходит Dow, скидочка, скидочка, что я здесь вижу, неплохо так попадали, наверняка фундаментали проблемы, да, так как я его вместе с Honeywell выделил, мы рассмотрим эти две компании в связке. Если что-то хорошее увидим, то технический сигнал неплохой. 260 и 150, это же очень глубокая скидка, мощный уровень поддержки, ну, в районе 135, наверное, 130, ну, вот этот ковидовский шип не считаем, где-то вот в этом районе 130 неплохо, неплохо он будет отталкиваться, и уже оттолкнулся, или может еще все впереди, ну, по крайней мере, прикупать уже можно, если фундаментал нам понравится. От пиков скидка, ну, процентов 40, я вижу, есть, да, от пика. Компания, производящая промышленные товары, химия и так далее, 40% от пика. Caterpillar пропустим. Вот, посмотрите, что они производят. Это единственное, что мне приходит сейчас в голову в связи с кризисом, дефицитом на рынке удобрений, например, наверняка будут разрабатываться новые месторождения. Ну, это, конечно, очень узкий сегмент, да, кластер, удобрения, ну, вы знаете, там, санкции, ограничения на рынке, цены-то и так росли. Но в удобрениях цикл 5-7 лет. Не так просто будет, я почему это знаю, потому что у меня MOS, Mosaic, помните, много раз я говорил о компании Mosaic, еще с осени предлагал как надежную бумагу, у нас был похожий вебинар о надежных бумагах, и я прикупил, у меня примерно средняя цена, между 36 и 41, где-то колеблется, я докупал, и сейчас она 66, да, примерно, была 72 даже, и я готов ждать, и эта компания, надеюсь, не будет история похожа на историю с чипами, дефицитом чипов, где был дефицит, но не было сильного роста акций, ну, например, Intel, а здесь все намного проще. Так вот, цикл в этой индустрии 5-7 лет. В каких-то удобрениях 5 лет, в каких-то 7. Раньше не получится получить удобрения, если вы прямо сейчас начнете заниматься, там, искать, бурить, копать и так далее. Так что, вот, я думаю, сейчас многие страны задумаются о том, чтобы начать этот цикл, да, но он не короткий, да, но техника точно понадобится. Ой, как много там используются техники, потому что это все-таки минеральное удобрение, да. Так, пропустим, времени не будет у нас на анализ, Caterpillar скидочку дает, ну, тоже не очень большую, но дает. Вот, так, и, наконец, тоже типичные товары для доу с точки зрения стабильности, но не с точки зрения промышленности, это Home Depot. Сразу убираем, потому что, опять же, недвижимость, Home Depot вообще не производит, а продает товары для дома, но они связаны с, эти товары связаны с сектором жилья, потому что, если вы не купили новый дом, зачем вам в таком количестве мебель и все остальное для дома, дома, сада и так далее. Коррелирует этот сектор, не сектор, а индустрия коррелирует с рынком недвижимости. Ну и Макдональдс и Найк, давайте тоже выделим для себя, Найк и Макдональдс, посмотрим. На Макдональдс я тоже купил на падении две недели назад, у меня было 200 акций, 100 продал через неделю, 100 еще через две недели. Ну, шальная была идея, хотя бы я бы держал, просто терпения не хватило, действительно, когда у тебя вход хороший, что-то вроде 218, что-то такое покупал, то хочется выйти зафиксироваться. Ладно, ну, все, я думаю, да, тут, а, еще Кока-Колы у нас есть. Давайте тогда уходим из этих показателей. Вот тут у меня Trading View, пока мы не закончили вебинар, вот это нижняя Trading View, вы можете подписаться, видеть все там идеи, которые я выставляю. Ну и верхняя это Instagram, кому интересно, welcome, подписывайтесь. Так, мы идем в Trading View, я переключаю экран, записал сюда ряд бумаг, 8, 9, надеюсь, мы все успеем обсудить, все успеем пробить, да, просмотреть. И параллельно открою Finviz, Finviz, он тоже нам понадобится. Ну что ж, поехали, давайте, Apple, Apple, Finviz и сразу за ним же Trading View. Так, что мы видим? Показать, вы видите, да, экран? Напишите, пожалуйста, видите ли вы экран? Да, видите. А что мы видим? На Finviz, Apple, ну, средненький PE, forward тоже чуть ниже, но средненький, ну, еще бы, извините, лучшая компания, да, по многим параметрам. На дивиденды рассчитывать не стоит дальше, ну, долги тоже не интересует Apple, еще бы, чтобы мы беспокоились по поводу долгов компании Apple, но это не тот параметр, который нас будет вводить в панику. Так, темпы роста средненькие, тут есть ограничители, вроде бы, с чего бы Apple должен расти средними темпами, если у них все хорошо, но есть проблемы и в секторе спроса, и в чипах, и в поставках, которые, видимо, сдерживают. Окей, ROA космический, просто шикарные цифры, посмотрите, какая зелень здесь, просто в глаза бросается сразу, прекрасные цифры, рентабельность маржа 26,6 чистыми, четверть с каждого iPhone, с каждого MacBook, ну, в среднем имеется в виду, они выжимают больше четверти. 100 долларов получили, оттуда 26 прибыль, получили 1000 за какой-то там MacBook Air старый, оттуда 266 чистейшая прибыль, которая садится на счет компании и может быть распределена между акционерами. Но, к сожалению, она близка к пикам, посмотрите, всего 3% от high она уступает и 44% от 1. Я, у меня здесь есть тоже Apple, сейчас я пробью, ААПЛ, 148.13 у меня была цена покупки, где я брал, сейчас я посмотрю, не здесь, это было раньше намного, я переждал несколько коррекций, не продавал, вот, наверное, где-то вот здесь, да, получается, я брал, а может и здесь, ну, осенью, наверное, где-то вот так, 148.13, сейчас 177. Я думаю, что мы пробьем новый максимум, если не будет форс-мажоров, если не будет проблем глобальных, не касательно Apple, то мы можем уйти на новый максимум. Или давайте так я скажу, если есть какая-то компания, на мой взгляд, которая может уйти на новые максимумы, то это Apple, вот так будет правильней. Хорошо, фундаментал хороший, переходим на TradingView, пробиваем, сейчас так, быстренько все это экспромтом сделаем, ААПЛ, так, хорошо, вот здесь я, кстати, поставил сигнал в TradingView, видите, он здесь остался, ну, конечно, они всегда остаются, никуда не исчезают, чем хорош TradingView, там ничего нельзя поменять, изменить, для редактирования сигнала дается 15 минут, ну, чтобы какие-то ошибки, если увидели опечатки, исправить, все, потом это все не удалить, я могу сейчас на своем графике удалить, но в TradingView останется, так что вот на пробой, на пробой треугольника был дан сигнал, и он неплохо отрабатывается, и какую я здесь цель поставил, около 200 долларов, 198, ну, где-то вот там выходить, я действительно там выйду, у меня колл-опционы проданы на этом уровне, я там выйду, ну, и стоп-лосс поставлен был чуть ниже минимума, если дадут коррекцию, ну, сейчас время такое, что могут быть коррекции, то можно зайти еще раз где-то вот здесь, или на пробой, бай-стоп, ну, это очень опасно, да, бай-стопы, они такие, они, покупаешь на пике, а потом, если не будет нового перехай, как говорят, то все, сидишь, ждешь очень долго. Окей, следующая компания, IBM пропустим, Cisco, напомните, если я что-то пропустил, Cisco, да, я обещал рассмотреть, что у них все тоже средненькое, но нет, PE forward очень хороший, обещают нам хороший forward PE, 14.92, а отчетность у них, кстати, была недавно в феврале, будет следующее в мае, куча времени, дивиденды средненькие так платят, неплохо, неплохо, если б не конкуренция, такая мощная конкуренция в этой индустрии, даже в 5G у них большая будет конкуренция, вы знаете, лицензий, нет, не лицензий, так скажу, патентов, патентов на 5G больше у китайских компаний, там, Huawei и так далее, нежели у всех остальных, даже, по-моему, Samsung уступает им, так что там серьезная война идет в технологиях, и вот долгая консолидация, которая может, наверное, может легко закончиться пробоем вот этого вот флета, вот этого треугольника, так, по параметрам, profit margin хороший, с каждого рутера, с каждого маршрутизатора 23% чистыми кладут в карман, ROI такой тоже неплохой, выше, чем американский или средний по Америке, скидочка 13% от пика, от минимума 11%, она ровно в середине диапазона 52-недельного, нормальные показатели, я бы сказал, давайте еще по теханализу пробьем Cisco, посмотрим, куда идти, такой компания, да, тоже был дан сигнал, пока он по нулям, видите, да, где-то под этой красной линией, на пробой был дан сигнал, может быть, действительно сработает, вообще я бы даже треугольник рисовал не такой, а вот этот треугольник более локальный, вот этот вот мелкий треугольник, пробитие которого больше приведет быков на рынок, чем вот этот треугольник, хотя он тоже в моменте работал, но вот несколько раз, так, я извиняюсь, у меня Амазон приехал, секундочку, секундочку, нашли тоже время, сейчас доставка, секунду, так, мы продолжаем, наверняка они нас снова прервут, но ничего, так, возвращаемся на TradingView, секунду, Cisco, напишите, видите ли вы сейчас снова на экране Cisco, да, видно, хорошо, так что вот, сигнал технически есть, компания выглядит неплохо, ну, конкуренция ее не отменяли, она всегда будет бояться ее, наверное, было бы неправильно, тем более это долгий-долгий процесс, сейчас вот прям Cisco не должен подвести, и еще здесь мне нравится долгосрочный тренд, посмотрите на эту синюю линию, она аж с марта, да, с марта, да, с марта месяца 21 года, может, даже раньше, ну, раньше был ковид, ну, то есть обвал ковида, по-моему, да, 20, нет, это не ковидовский обвал, вот он раньше был март, ковидовский обвал, ну, в общем-то, восходящий тренд, достаточно неплохо он пока держится, пока держится, и даже есть куда ставить стоп-лосс, вот Cisco хорош тем, что он уже пробил свой треугольник, возможно, пробьет еще один локальный треугольник, и снизу его поддерживает вот такой вот тренд, мощный, наверное, можно назвать его мощным, так, я секунду открою дверь, Amazon, и снова вернусь к вам. Так, ну, все, продолжаем. Итак, две компании мы посмотрели, Apple и Cisco у обеих компаний лонг, да, у меня, так скажем, рекомендация. По Cisco есть вход, по Apple, к сожалению, вход не самый лучший, не байлимитный, да, а байстопный вход, к сожалению, он опаснее, он подразумевает покупку на пике и продажу еще выше, а вот у Cisco как раз скидка. Вообще не факт, что байстопы хуже срабатывают, чем байлимиты, да, или покупка по рынку, но вот уровень, да, ценовой фактор, что покупается в любом случае дорого на байстопах, вот он немножко пугает. Окей, дальше, что у нас тут было следующее? Давайте я по презентации снова пройдусь, посмотрим, что у нас было. ВБА, да, мы хотели посмотреть ВБА, сейчас посмотрим, закончили ли мы с технологиями, CRM нет, Cisco посмотрели, Intel у нас остался, давайте быстро Intel, а за ним ВБА. По Intel вам фундаментал вообще ничего не скажет, от слова совсем. Посмотрите, P-Ratio 9, да, сейчас переключусь, 9 P-Ratio показатели просто хороши, с каждого чипа 25%, дивиденды неплохие, ну, такая достаточно серьезная и по надежности подходит с точки зрения нашего вебинара, вписывается, да, и по недооцененности, и даже сигналы какие-то есть, ну, скажем, в середине где-то находимся, явно не на пике, но вот рынок не любит Intel, не любит и все, он очень долго игнорировал хорошие новости, теперь вроде новости так себе и хороших хватает и плохих. Я даже смотрел интервью генерального директора Intel, слушал внимательно, ну, понравилось и видение, и подход, но вот рынок пока относится к Intel не очень. 68 было год назад ровно, и сейчас мы колеблемся в районе 49, и даже было 44. Так что тут на фундаментал смотреть смысла нет. На технику тоже, очень кривая техника, посмотрите, что он рисует на Уикли. Сплошной, во-первых, флэт, мы где были года там два назад, там мы лежим, даже три, да, летом будет три года, вот июнь, да, три года этот график показывает диапазон, а мы там же, где и были. О чем думает рынок, когда он все это воспримет всерьез, когда ему начнет нравиться фундаментал Intel, никто не знает. Когда начнет, может, уже будет поздно, ARM, NVIDIA, какие-то другие компании начнут откусывать кусок пирога. Но сейчас в этой индустрии очень много строится мощностей. В Аризоне два завода Intel строят, кто еще? TSM строит, огромные капитальные вложения, тайваньская компания, правда, у нее другие риски повисли, уже геополитические. Ну, ладно. И давайте ВБА посмотрим, не технологическое. ВБА на дне годового диапазона 23% коррекции от пика. Это, с одной стороны, хорошая новость. Всего 1% от минимумов. То есть вы, по сути, покупаете на 52-недельном минимуме, просто на минимуме. И хуже было только, наверное, после ковида 33. Ну, там, существенно, там 10 долларов. Что я могу сказать? Прекрасные показатели P&E, Forward P&E. А для таких компаний это важно. Ну, потому что это типичный коммерсант. Купил дешево, продал дорого. Кстати, неплохая маржа для данной индустрии 4.7. Да, она средненькая, как показывает нам Finviz. Но, поверьте, года два назад там были отрицательные цифры. Вот после ковида в 21-м году profit margin у компании был отрицательный. Они в минус работали. Просто в минус. Казалось бы, мы все ходим в аптеки и маски покупаем, и все остальное. Но они работают в минус. Это было странно. Ну, наконец, вышли в плюс. 4.7. И еще, если помните, была история о выкупе Walgreens. Там цена называлась 57 долларов, что-то такое. Вот здесь, по-моему, это было. Все это, конечно, закончилось ничем. Были слухи, что компания уйдет с биржи и станет частной. Ну, то есть не паблик, а прайват. И выкупят они свои акции по там 56-50. Нет, 60, по-моему, что-то такое. Вот бумага взлетела до этих уровней. А потом это оказалось байкой. Прям как у Илона Маска. В 18-м году в августе, когда он говорил, что funding secured 420 долларов за акцию, видимо, был не совсем вменяемый в тот момент. Ну и где, что, неизвестно. До сих пор судится, до сих пор пытается доказать, что он сказал это, опираясь на какие-то переговоры с саудитами, арабами и норвежским фондом. Ну, все мы понимаем, в чем дело на самом деле. Надеюсь, у Уолдера не такая ситуация. И, тем не менее, мы говорили, помните, о хорошей фигуре на Мансли, что хорошая точка для входа могла бы быть. А, хороший стоп. Ну, можно краткосрочный, небольшой стоп поставить, а можно побольше, новый минимум, да, локальный поставить, уровень 2012 года. Опираясь на хороший фундаментал, можно использовать вот эту консолидацию, глубокую консолидацию, 23% от годового максимума. И надеяться, что компания будет штамповать деньги, надежно продавая товары ежедневного, да, пользования, будь то влажные салфетки или парацетамол и так далее. Я бы взял, и она еще и дивидендная, 4.35. Представьте, если вы за 5 лет удержания в портфеле этой компании не получите capital gain, прироста в цене в бумаге, то вы получите 4.35 умножаем на 5. 22% вы получите прироста только на дивидендах. Неплохо, неплохо. P-ratio 6. Это, наверное, рекорд в индексе Dow. Меньшего P-ratio я даже не представляю, и уж тем более в Dow Jones, где компании достаточно уже стабильные и надежные, чтобы быть недооцененными. Вот такая картина. Но она, конечно, может быть обманчивой, много разных факторов вылезает, но, по крайней мере, ВБА из той индустрии, о которой мы говорим, тоже лидер, тоже любимчик, так скажем. Да. Хорошо. Ну и давайте по теханализу. Раз уж мы там увидели хороший вход, мы там увидели хорошую консолидацию, давайте посмотрим по теханализу. Я сделаю по автобарам. Автоматическое распределение. Weekly, наверное, лучше поставить, потому что бумага долгая, она не для того, чтобы ею спекулировать. Да, отчетность, посмотрим, когда по ней будет. 31 марта была уже отчетность, видимо, не очень хорошая, из того, что мы здесь видим на графике. То есть 3 месяца у нас есть до следующей отчетности, как минимум, чтобы закупиться не с воздухом, не на движениях резких. Прекрасно, просто прекрасно. Давайте разрисуем. Наверное, мы с этой компанией закончим, на все остальное не хватит. Ну, уж выделили мы из 30 бумаг каких-то, выделили целых 3. Cisco, Apple, Walgreens, как минимум, да, уже хорошо. Значит, раз поддержка, два поддержка, сопротивление ближайшее 57. Вот это новостное сопротивление обратного, не обратного, как они, ухода с биржи, да, private company. Ну, и дальше уже станции, докуда, возможно, мы не додержим, не додержим. Ниже у нас только вот какие-то уровни, две тысячи двенадцатого года, двадцать семь долларов. И я надеюсь, вот это вот флажок, который неплохо будет отыгран. Раз, два. И мы ровно на нижней грани, на нижней части коридора, прямо на этой линии вот этого флажка. Вполне вероятно, что движение может оказаться в сторону верхней линии, а после пробоя еще и можем уйти на 64. Данные по компании неплохие, фундаментал мне полностью нравится. Но у Волглин очень долгая история с такими низкими ПИ. Не стоит на это вестись. То есть, шесть соотношений цены к прибыли мы получили не вчера. Оно достаточно долго было таким. И тем не менее, вот так. Рынок игнорирует фундаментально вкусные компании. Немодные компании, видимо. Да, рынку легче уйти в какие-нибудь тузумунные мемистоки и игнорировать такую. Но это будет до поры, до времени. Я более чем уверен. Хорошая бумага с хорошим кэшфлоу рано или поздно просто не выстрелит, но начнет разворачиваться и будет упорно расти, игнорируя даже обвалы на NASDAQ и на других всяких мемистоках. Так, хорошо. Ладно, у нас 18.03. Думаю, особо-то и компании не так много осталось для изучения. Воводы давайте резюмируем, если у вас нет вопросов. Доу Джонс сам по себе достаточно стабилен и консервативен, чтобы в нем отсеивать плохие бумаги. Тем не менее, мне удалось отсеять каким-то личным причинам, а может и проблемам. Банки, финансы. Не люблю я этот сектор. Я не знаю, на какие параметры смотреть и что делать. Два, несколько компаний переоцененных мы увидели там в списке CRM и так далее. Они стали на это смотреть. То есть доу-30 для нас сократился до доу-20. Дальше из этого доу-20 в каждом секторе мы выбрали несколько любимчиков, интересных компаний. Это был Apple, и Apple, Cisco и Microsoft. Но Microsoft смотреть не стали, там все очень скучно. Посмотрели Apple и Cisco из технологий наиболее динамичного кластера в Доу-Джонсе. Посмотрели мы компании, которые на другом конце лежат нашей линейки, не динамичные, не технологичные, вот Walgreen. И нашли еще одну, гемы, да, как говорят, еще один интересный актив, который лежит на локальном дне, не имея для этого особых проблем. Точнее, я видел годы, когда у Walgreen были проблемы. Это низкий или отрицательная рентабельность. Что еще у них было? Ну, Cashflow не уверен, что он был слабый или падал. Ну, как минимум, рынок смотрел на Walgreen не очень позитивно. И сейчас, наконец, мы показали от минимума импульс, серьезный всплеск, и от этого всплеска уже рисуем коррекцию, консолидацию. И она как раз укладывается во флажок, но сигналом во флажке часто служит не касание нижнего уровня, а пробой верхнего. Вот если мы дойдем до 50, пробьем верхнюю границу флажка, вот там начинается классический флажковый, так скажем, сигнал. Так что, если эта фигура реализовывается, то у нас как минимум, сколько получается, 7 долларов до сигнала, и дальше, если мы его пробьем, еще долларов 7-8 до ближайшего уровня, до ближайшей станции, где можно остановиться. Это уже 15 долларов, да, 43-64, даже больше, 21. Вот такое у меня видение, на пару лет в Уолгрин можно взять свой портфель. Apple и Уолгрин. Давайте закончим этот вебинар двумя громкими названиями. Они лежат по разные стороны нашего портфеля доу, одна технологичная, динамичная, инновационная, вторая, наоборот, занимается простым бизнесом, продает лекарства, очень просто все. Хотя, конечно, посмотреть их отчет, там столько тоже инноваций разных и так далее, слияние, поглощение, но, тем не менее, это простая коммерция в очень стабильном сегменте фарма. Даже, даже технически по теханализу они выглядят по-разному. У одной компании консолидация и бумага где-то на дне, у другой компании практически новый максимум, без пяти минут достигли нового максимума. Ну и по параметрам, по параметрам Apple 27, 29 P-ratio, Walgreens очень низкий P-ratio ввиду каких-то видимо рисков инвесторы не любят эту компанию и не готовы переплачивать больше, чем 6 долларов, шестикратную стоимость за каждый доллар прибыли компании. У меня все, у меня все, вот такой получился обзор, простой такой, да, без скучных компаний в балансах, без глубокого изучения каких-то очень локальных проблем или вопросов, вот так разобрали и даже сделали вывод. А Walgreens у меня в портфеле, сейчас я посмотрю, есть ли у меня в другом портфеле, я по-моему его закрыл, Apple есть, ну в любом случае Walgreens я наверное буду брать, буду брать хотя бы ради вкусного дивиденда 4,35%, а это немало, в наше время это достаточно неплохо. Все, у меня все, всем спасибо, у нас будет курс парный трейдинг, можете на него записаться, он бесплатный, но Роман уже рассказывал об условиях, надо быть клиентом, он не стоит денег, и на этом курсе мы изучаем очень специфический, очень конкретный метод спекулирования, который называется парный трейдинг, он достаточно специфичен, он не похож на инвестирование ни разу, хотя какие-то идеи о рациональности компании в него заложены, то есть его суть заключается в том, чтобы нерационально выросшую компанию шортить и рационально недооцененную в лонг вставать и эту дольту, которая со временем реализуется, возможно, в идее забирать себе. у меня все, подписывайтесь на соцсетях, ну как соцсеть, трейдингвью, наверное, не совсем-то и соцсеть, в классическом виде, вот у меня трейдингвью логин, Фредерик Даниэль, меня можно найти, там уже более 400 человек подписано, куча идей, сотни за несколько лет выставлено, и сейчас я еще более активно выставляю, вот последний месяц достаточно неплохо, очень многие сигналы в плюсе, я сам удивлен, кстати, очень многие сигналы в плюсе, ну и инстаграм трейдер 1.1, очень много клонов, посмотрите, чтобы добыл инстаграм, где 2000, там что-то 120 подписчиков, вот сегодня буквально пожаловался на клоны на инстаграм, клонируют, пишут моим знакомым, предлагают какие-то непонятные пирамиды, ну, слава богу, инстаграм очень быстро это после жалобы удаляет. Все, у меня все, всем спасибо, увидимся на курсе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok